Стихи Стихи Меч при Мастере Меча Есть сравненные отношения, наверное В Солярисе, там идет вопрос Очень много, наверное, разговоров Про совесть Про совесть у Андрея Тарковского Про совесть Про вот Долг перед тем жалком Вот это последнее там А у вас разве не про совесть? Разве поэты не про совесть? Ну, наверное, поэты разные Есть, и мало этого, если я В него подойду, когда она там Делает что-нибудь, на кухне готовит И начну ей там Поэзию свою толкать Не знаю, чем это все закончится Наверное, как-то Где-то все должно иметь Своё место Человеку, наверное, но по большому счету Да, но так же ему нужен Наверное, и булочник И музыкант И художник Да, мне кажется, что И, наверное, тоже Я тут какой-то пробовал написать стихотворение Сейчас его смысл так передам Что, наверное Нам нужен, как бы И солнце, и туча, и дождь В дожденных условиях Ну, грубо говоря, двадцать Двадцать пять температур На улице, все время солнце Все цветет Ну, наверное, через какое-то время Это все будет Опостылит Будет неинтересно А сейчас вот осень Как мы вот Сегодняшнему дню радуемся, да? А чтобы ему радоваться Ну, наверное, нам нужна еще и зима И весна, и лето Чтобы вот эта зелень Вдруг Пробратилась В такое Золото В желтие золото Меня почему-то заинтересовало Вот Про скафандр Мне это потрясло Шестопололение Потому что Мне кажется, что Мы уже забыли, что Мы люди Человеки А не вот Что-то такое скафандр Вот Поэтому Мне так кажется Вот вы меня затронули И я как-то должен скафандр Вот Мне кажется, что Поэт он именно для того Как бы существует Что он должен Нам оголить сердце Показать, что Мы без скафандра Поэт, наверное, тогда С большой буквы нам нужен Потому что Я вот считаю, что Вот Женя Вот его здесь Работы вокруг висят Это такой же поэт Огромный поэт Потому что Там Что у него за нужен? Пуяша Мне тоже кажется, что Он поэт Своими работами Вот Поэт, наверное, это что-то уже другое То То, что вы имеете в виду Потому что Поэты есть Разные Есть Там И, грубо говоря Поэт, который Напишет нам Правила Движения Чтобы детишки Лучше Запоминали Вроде бы Тоже поэт Вроде тоже Все как-то Срифмовано А поэт Поэт с большой буквы Это другая история И поэтому Как бы И художники Тоже с большой И фотограф Из большой буквы Понимаете Это все Другие люди Это все Правила Движения Движения Ну, наверное Думаю Думаю Все Книгу Показывать не будем Должны же оставить еще одну Требу У наших читателей Вот здесь На 37-ой странице 210 А что хочется показать А, 210 А что хочется Обязательно показать Сегодня Вот сегодня Нашим гостам Есть какие-то страницы Которые Обязательно Ой, не знаю Нет Нет Таких обязательных Таких Краеугольных Ведущих Дающих последнюю истину Про круги Про круги Да Про круги Да Я поищу сейчас Она есть Есть А мне кажется Волговку было бы замечательно Представить сегодня Наши гостей Наши Слушатели Которые были сегодня Это удивительные люди Все кто Сегодня к нам Пришел Евгений Михайлович Жаворонков Художник АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да Мы И однократно Пытались открыть Выставку Евгения Михайловича И Нам удалось И онлайн Открыть ее Когда Были пасхальные Светлые дни Потому что Выставка И была Приурочена К этим Датам Ну вот Буквально Неделю назад Докончился наш Шестой фестиваль Петли Петербург Литературный И нам все таки Вот в живую мы провели встречу Евгений Михайлович Был Сергей Александрович Осколков Выдающийся музыкант Композитор Почетный житель Города Петербург И в общем Все многочисленные друзья Слава Каштанова Ну человек Без которого Многое ключевые события В Петербурге Вообще не проходит Но самое важное Что мы можем всегда Увидеть Потому что и фотографии И видео Слава всегда Оставляет Это уникальная Способность Человека Ну и дочь Выдающегося Фотографа Спасибо Славу Что вы сегодня с нами Евгеньевич Можно я добавлю Про Карлу Славу Потому что то что сейчас Было сказано Про отца Славы Ну это тоже Очень интересный человек По-моему Это первый Кто в советские времена Кремль да Фотографировал Нет Не только Кремль Да Сейчас скажу 1957 год В Москве Первый международный фестиваль Молодежи и студентов И к этой дате К открытию фестиваля Был издан Фотоальбом Полностью Целиковый Авторство Моего отца Ильин Голда Альбом целый То есть это вся Москва И Кремль И высокие точки И так далее Тираж Был из Он большого Альбом Такой большой Софьяновый Переплет Золотом Напечатано Москва 50 тысяч Экземпляров И этот альбом Дарился главам государств И тем почетным людям Которые Приезжали СССР Да Можно я еще Тут дополню Потому что ее отец Он был на самом деле Инвалид Без двух ног Да И вот представьте Это вот все На башню какую-нибудь Залезет Ну Паш скажи Вот не просто он инвалид Он фронтовик Который был тяжелейший ранен И дальше В Свердловске Ему ампутация была ног И спасли ему жизнь И так случилось Это Ну Уникальные Как бы вот Судьбы Когда сводят людей Да То что вот вы говорите Да Здесь В Свердловске В Свердловск Был эвакуирован Эрмитаж Сотрудники Эрмитажа Ценности В Свердловск Да И Люди Искусствоведы Они Приходили В госпиталь Шевствовали И они Вот ходили По палатам И рассказывали Что такое Эрмитаж Что такое И так далее И так далее И вот в один прекрасный момент В палату В палату Где уже Лежал мой отец После ампутации Да Входит такая Конкретный человек Я немножко Это у меня Вот волнение Такое жуткое Марьяна Николаевна Кречетова Которая Ну Образование В Ленинграде Получила И так далее И много лет Работала В Эрмитаже И вносит фотоаппарат И она ходила По палатам И спрашивает А кто умеет Фотографировать А кто умеет Фотографировать И вот Илюша Как они его звали Потом Илюша Я умею Он действительно умел Почему? Потому что он До войны Будучи там Учился в училище И как любитель Фотографировал Увлекался Семейный альбом И так далее И так далее И вот ему В рентгеновском кабинете Тогда же были пленки Да мы же понимаем Да надо кроме того Что заснять Нужно же еще проявить А потом еще спечатать Ему организовали Фотолабораторию И вот Это был немецкий Ну как сказать Трофейный Фотоаппарат И вот Такая вот История Закрутилась В Свердловском госпитале И Потом Его Отвезли Вот В то место Где хранились Ценности Эрмитажа А они Вот не просто были Выставлены Как галереи А это огромные Коробки Ящики И так далее И вот сотрудники И было сделано Ряд фотографий Вот таких Вот Это считайте Исторических фотографий И эти исторические Фотографии Лежат все Не в архиве Эрмитажа Я Знаю Тех людей Которые Вот Мне прислали Как сказать Фотографию Копию Да Вот Сфотографированную Это Вот Ну вот Воле судьбы Благодаря Искусствоведов Мой отец Оказался в Ленинграде Он приехал в Ленинград Вот И вот так Началась его жизнь Познакомился с мамой Здесь в Ленинграде В 46-м году На Дворцовой площади И это тоже Вот эти искусствоведы Они говорят Это же не просто так Вот на Дворцовой площади Именно около Эрмитажа Да Вот случайно Случайно Мама блокадница Вся блокада была В Ленинграде Вот Вот родилась семья Почему он не поехал на родину Я обязана Должна сказать Он родился В Прибалтике Он родился В Двинске Дауглпилс Да Потом в Риге И уже в Риге Когда он жил В Риге И его Он был призван В армию По возрасту А потом Началась война А дальше он попал В Красную армию Вот Вот Такое Переплетение судьбе Спасибо Слава Ой Спасибо Галина Удивительная способность Она замечательный читатель И слушатель Вот поверьте Все встречи Которые Проходят у нас Писатели Все книги Которые авторы нам дарят Вот Галина Она первая Действительно Человек Который Прочтет книгу Расскажет Поделит С этим своим впечатлением Огромное Галина спасибо Тебе что ты сегодня с нами Наталья Кирилюк Удивительно Талантливый Тонкий Замечательный Павел Наш Петербургский У Наташи Несколько Детских книг Детской поэзии И мы ее очень любим И очень и очень талантливый человек Танислав Алексеевич Воронцовский Станислав Воронцовский Музыкант Композитор И педагог Вот Все Все любят его Когда аккомпанируют На самом деле он выдающийся композитор Этот талант он редко когда Ну вот раскрывает Я не знаю что Но юбилейный вечер С Несколько Алексеевича Прошел в стенах нашей библиотеки Мы этим очень гордимся Мила Кудряшова с нами Слава Слушайте выдающийся человек Потому что в этом году Началась дружба нашей библиотеки Нашей библиотечной системы С Милой И мы очень надеемся На много замечательных Литературных проектов А в этом году мы участвовали В первом пока проекте Это литературная Новая литературная школа Я надеюсь что вы видели Трансляции В нашей группе В библиотеке Петергофа Это было очень-очень интересно Ну добавлю Мила еще у нас режиссер Да Продюсер Продюсер Да В общем да Много талантов И я думаю что мы здесь тоже будем ее просить И покажем ее фильмы здесь Просить Потому что Умолять Да Целовать ручки Да Вот Нет Но будем вообще-то и участвовать в ее проектах Да Мы за Да Игорь Вишнев Да Игорь Вишнев Да Петербургский наш художник Родом из Как раз Слава из Свердловска Из Екатеринбурга Он там учился Художник Да 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 Вот И Человек удивительный Что Тебе сейчас 50 лет Правильно Я помню Что-то да Я забыла уже Как выгляжу Ну при чем тут Самое главное Он сказал Ваш он сказал У него учитель В возрасте И идет учиться Понимаете Вот это тоже для меня Огромный показатель Когда И опять же Он идет учиться Не как художник А как историк Потому что он Занят Очень интересным проектом И Он делает то Что до него никто не делал Может и пару слов И про царь книгу И про свод скажешь что ли Пока Прямо сейчас Прямо сейчас А что Узнали Только не долго Как ты не умеешь Я не умею Да Если мне кажется Что это коротко Давай коротко Вот уже Ну Я не знаю Это 16 век Иван Грозный 10 томов 18 Около 18 тысяч миниатюр 7 томов в Петербурге И В Москве 3 томов Это собственно Первая энциклопедия Там От сотворения мира До времен Ивана Грозного Нарисована вся история В миниатюрах 15 на 21 Вот Собственно Памятник огромный Колоссальный Ну Дотворение мира Библейская история Современная Современная того Временная Современная того Временная история Ну вот Рим Византия И Русская история 7 томов русской истории Начиная с Владимира Иванова До 1567 года То есть До времен Ивана Грозного Получается Два года Отличные Еще тоже Ну Удивительно Что это все сохранилось Что как бы Возможно Одного или двух томов Не хватает Возможно Там В принципе Есть тома И больше Ничего нет Никакой информации Вот И они каким-то образом Чудесны Потому что некоторые тома Чуть ли не из Сибири Попали В РНБ Ну в общем Какие-то купцы Покупали Где-то там И приносили В РНБ В общем Это очень мистическая В самом деле Как они вообще Сохранились Вот Какие-то Значит Одну из книг Нашли Просто В Синодальной библиотеке Там просто В листах она лежала Там ее даже не собрали Потом собирал Вот Один из исследователей Того времени Ну Не знаю Ну что тут Николай А может нам На отдельную встречу Вопрос И тогда действительно Чтобы вам было Время Возможность Да Я же делал Это на самом деле Надо об этом памятнике знать Потому что И мы с большим удовольствием Это как бы Вот возьмите Любой учебник истории И вы увидите Там миниатюры Вот Вот знаете Что вот От Владимира Мономаха Это все Лицевой свод ЛЛС А до Владимира Мономаха Это Радзивилловская Летопись Которую Я сейчас тоже изучаю Мне ее дали Ну В руки Подержать Ее вообще не выдают И сказали Ладно, тебе дадим Красный Такой настырный Вот Это Это Ну Я просто Считательская Вот Мы очень просим Тут Есть Есть Искусствоведческий взгляд Есть Источниковедческий взгляд И вот тут Такое нужно еще разделение Потому что есть Искусствоведческие вопросы А есть Источниковедческие Я занимаюсь не искусствоведением, а занимаюсь сучениковедческими вопросами. Ход работ, какой последователь, сколько мастеров – это все исторические вопросы. А искусствоведческие, как они прекрасные. Зовите нас на обои. Я сейчас ищу искусствоведа, который бы мог со мной сотрудничать в этом плане. Еще нету, да? Я надеюсь, что появится, потому что это очень важно сейчас разделить. Потому что для меня все исследователи занимались обоими проблемами. И у них получалась каша из-за этого. Потому что они и эти вопросы не довели до ума, и эти вопросы не довели. И, в общем, вот такая вот… Ну, право говоря, надо более научную, так сказать, разделить, и тогда будет все хорошо. Ну, все, вкратце спасибо, да? А можно мне пообещать? Это что? Книжный маяк наш вот так начался в современной книге, которую мы еще не смогли подержать в руках. Книга «Д», а закончили мы летопись. Древностями. Да, древностями. Вы представляете, там дома есть вот 16 килограмм вот такой тон. Просто и в руках держать. И в этом плане, кроме того, что сделать… Можно я дополню, кроме того, что… Какую-то лекцию одну, я бы попросила, чтобы мы сделали выставку его работ, потому что у него есть выставка, написанная, скажем, в той средневековой манере. Чего себя. Да. Павел Георгиевич, вы нам до сих пор об этом не говорили. Он скромный, он же вот приезжал тогда, я же… Это же сколько лет назад сжигали чучело. Ну, я поняла, да. Павел Георгиевич, это года три, я не помню, четыре. Там в чем проблема? Дело в том, что эти миниатюры, они… Ну, я просто уже могу точно сказать, на фоне всех остальных миниатюр, там разных, начиная от Армении, Кирсидской и прочее, они имеют стилистическое, эстетическое своеобразие. То есть, они сразу вот их видно. Это вообще редко, когда в искусстве есть что-то оригинальное. Вот. Вот, к счастью, в русском искусстве есть пласт, который абсолютно ничем не спутаешь. Вот это вот у меня в Божьем туре института истории РАНа, меня туда взяли, вот учусь, сдал экзамены. Сдал… Сдал… Сдал не сдаваемую философию. Спасибо тебе за краткость. Да, спасибо. Ну, Славыч, когда тоже хочешь сказать… Да, я обезуюсь, обещаю подарить библиотеке в связи вот с таким разговором, неожиданным и так далее, и тем более библиотеку. Дело в том, что в 2018 году было столетие со дня рождения моего отца. Мы столько много читали. Да. И был издан журнал «Невская формула», где на обложке отца фотографии и замечательная статья. Я специально привезу или на какое-то мероприятие… Мы с удовольствием ждем и примем. Да. А издатель ваш, наш, ваш знакомый, Бабошин Владимир Александрович… Хочется отдельно сказать, что выставка до сих пор, которую Владимир нам предоставил… Вчеркская художница… Вчеркская художница… Да. Оливера… Лола… Оливера… Да, да, да… Вот. Так что вот мир тесен и все взаимосвязано очень сильно. Дорогие ребята, в вашу черно-белую книгу хочется внести каких-то ярких, осенних таких моментов. Поэтому вот такие два солнышка – это для вас с любовью, с признательностью, с надеждой на будущие встречи. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Приходите. А троем, Паш, встаньте троем, пожалуйста. Так. Сюда. Спасибо. Оп. Красота. Хорошие ребята. Вы супер. Ждём с нетерпением выхода книги. Думаю, мы первые, кто будет на презентации с автографами и так далее. Надеюсь. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.